ассаламу алейкум приветствую всех очень рад вас видеть выехал не сказать что на рыбалку но я выехал на природу с братьями моими и с дядькой показать им немножко нашу красоту природу на которые но места которых они не были и решил зря время не терять буквально на полчаса пройтись по речке и поймать хоть какой-нибудь форельку и показать вам заодно так что смотрим время сейчас уже седьмой час вечера я не думаю что у меня много времени на рыбалку поэтому видео может быть очень коротким попробую без лишнего шума не спугнул форель попытаться ее отсюда с этой ямы вытащить я уверен что она здесь есть а был был удар очень сильный хороший у меня здесь ассисты возможно они не засекутся как надо с первого раза посмотрим кого есть парелечка правда она очень мелкая это 40 миллиметров облер у меня 40 миллиметров малыш такая красивая красивая форелька ее с крючка сниму и с другой камеры вам наверное крупно планом покажу прям за низ забагрилась очень сильно спиннинг здесь оставлю покажу вам оба и она ушла и к сожалению я не смог вам ее показать с близкого расстояния ну ладно такое бывает так попробуем еще раз вроде ассисты нормальные так на воблеры что-то не особо идет да и места здесь для воблера нету вчера у меня был день рождения мне вот борода бейтс прислал вот таких красавцев я вот сейчас при вас открою посмотрим вот такие червячки модель называется сало сало 30 пачки 12 штук насаживаем как червяк это видео для тех кто хочет ловить в отвес вместо обычного червяка можете использовать эти приманки выглядит очень аппетитно пахнут точно так же аппетитно и попробуем смотрите передо мной есть вот такая маленькая ямка за камнем я эту приманку туда опускаю и так слегка придерживая поигрываю если там есть рыба и если она активна то я вам даю гарантию что эта рыба эту приманку схавает такие дела сейчас мы пойдем посмотрим по другим местам по другим ямам проверим мою теорию преимущество спиннинга перед удочкой вот у вас место и возможно ваша удочка туда не достает вот а спиннинга можете за этой точке докинуть легко в этом преимущество во всем остальном принципе ловит все одинаково вот есть поклевочки поклевочки я чувствую что есть поклевочки а теперь зацеп видимо на какую-то в дыру затащила обрывы сейчас мы не можем себе позволить потому что времени катастрофически мало если этот цвет рыба не будет брать я поставлю другой чуть поярче чтобы мне было контролировать легче и рыба чтобы лучше видела расклад примерно такой попробуем на этой ямке опять зацеп ну что за дела о есть выход выход есть есть рыба о сошла 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 ай жаль ладно попробуем еще надо было дать ей доглатить я что-то не дал ей вытянуть приманку если бы сразу на берег выкинул бы может быть и получилось бы а так она вышла схватила вытащила и все отпустила потом если это не возьмет попробую что-нибудь поярче поставлю о есть есть поклевка есть рыба и она сошла и она сошла она сошла к сожалению но клюет клюет хорошо рыба была кстати не маленькая я попробую что-нибудь поярче поставлю от борода бейтс опа вот это удар вот это рыба засела есть форелька первая пошла все борода бейтс разловлена вот такая приманочка смотрите мутная вода все дела темно тем не менее вот схватила приманку так хорошая форель для этой яички вон такая модель сработала сейчас одену что-нибудь другое сейчас попробую модель аура джуниор вот такую личинку эту приманку хотя бы я смогу контролировать уже темнеть начинает и сложно когда ты не видишь приманку где ты ее проводишь зрение это особо тоже не радует поэтому попробую что-нибудь цветное это такой легкий розовый цвет тоже кстати один из моих любимых цветов длинный хвост вот это мне я не знаю чуть-чуть мешает была бы эта модель чуть короче еще мне кажется это вообще было бы огненно тоже должна быть рыба когда вы ловите на силикон здесь нету такой функции как на воблере подсёк и рыба сразу засеклась очень важно чтобы когда рыба начинает плевать выждать буквально 3-4 секунды вот она у меня клюет она взяла и все я подсёк и вот вытащил эту рыбу и она упала как вы видели именно в таком темпе надо ловить форель если она вышла если она атакует необходимо чуть-чуть подождать чтобы она успела заглотить вместе с крючком и только после этого подсекать вы должны чувствовать на кончике своего спиннинга как эта рыба атакует к сожалению вторую рыбку я упустил ну ничего страшного главное что мы показали на примере как это надо делать то есть я чувствовал что рыба атакует я чувствовал что она берет эту приманку и зажевывает и после этого только я подсёк великон особенно хорош вот на таких маленьких речках смотрите вон такое пятно небольшое вроде бы да и там вот берет рыба берет утащила к себе яму отпустила не торопитесь не торопитесь подсекать эту рыбу это важно это очень важно если вы не пораните эту рыбу она сто процентов снова выйдет и атакует я сейчас очень хочу проверить другую приманку попробую быстренько одеть и прям в режиме онлайн одел приманку закинул и поймал вон там рыбу безумно хочу поймать на эту приманку эта приманка мне прям с первого взгляда понравилась это то что я хотел давно вот такую личинку сало 30 в таком молочном цвете в котором я люблю кстати рыба этот цвет прям сразу на ходу сахавает вот будьте уверены посмотрите без дублей без монтажа одним кадром насадил крючок смотрите вот чуть-чуть оставляю все и сейчас закину сумку закрою и закину все в режиме онлайн смотрите насколько рыба будет довольна этой приманкой вот она берет уже берет вот берет 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 раз подтекли видели да сход был и приманку как стащила видели себя еще чуть-чуть переждал бы то я я уверен что она просто резину утащила бы и мне пришлось бы перенасадить резину вот смотрите стащила стащила вот теперь давайте вот так еще раз подтянем резину на место еще раз закинем еще преимущество этой силиконовой приманок в том что ты не ранишь рыбу сильно с первого раза на крючок она не садится и это очень важно то есть если она промахнулась ударилась об эту приманку то у нее есть шанс еще раз взять а на воблер обычно она сразу роняется и не интересно соответственно не выходит ну тут мы конкретно подсекли ее спугнули эту рыбу я не думаю что она еще раз увидит там ладно пойдем дальше вот все Вы это видели? Вы же видели это? Это была крупная форель, что я даже не понял. Я думал это зацеп. Так. Есть. На этот раз я не стал ждать пока она упадет. Я вытащил и она потом упала. Вот она барахтается. Это вторая форель. Вторая форель, которая пойдет на ужин. Только что у меня села батарейка на GoPro. К сожалению, ни зарядника с собой нет. И на телефоне батарейка садится. Один из процентов осталось. Камера очень сильно забирает зарядку. Сейчас остановился на последнем вот этом месте. И вот при вас прям, смотрите, в отвес кидаю приманочку. Подыгрываю слегка кончиком и делаю очень медленную проводку. Прямо по дну. Вот она берет. Берет. Атаковала развернулась. Видимо это мелкая. Крупная обычно сразу берет. Если у меня выключатся на этом кадры, вы у меня извините, но обязательно за мои старания поставьте лайк и поделитесь этим видео. Это очень важно. Снимаю телефоном одной руке, другой руке держу спиннинги. И не очень удобно. Вот она, потащила. Ах! Все. Бывает такое, что очень агрессивно ударяет и цепляется. А бывает так, что приходится ее уговаривать. При этом я разговариваю во весь голос, что не очень-то рекомендуется. Опа! Вот-вот взяла, опять отпустила. Прямо в своей осторонцииات кофейская, огромное солнце, я тоже была membersам. То есть один и экран. feliz. – job.